Привет всем, дорогие друзья! Инстаграм, Телеграм в описании, там же моя почта, ну в общем туда реплеи, а туда подписываемся, везде подписываемся, на канал тоже желательно лайки ставим, комментарии оставляем. Т-49 смотрим. Т-49 это тот танк, на который лучше смотреть со стороны, нежели на нём играть, потому что далеко не всегда что-то хорошее получается. И для Т-49, допустим, понятно, на восьмёрке на какой-то там можно сделать, да, 6000 урона. Не какая-то уже заоблачная цифра, после кучи реплеев и прочего. Но на Т-49 5-6 тысяч урона это за дохера, очень много. Поэтому, ну такое интересно смотреть, как же потеет Т-49 против восьмёрок. Все, фулл восемь, короче. Все танки, восьмёрки здесь, это вы поняли, прикинули, чего делать. Погнали. 328. Понятно, что это был осколочно-фугасный и он не зашёл. Не зашёл по СУ-130ПМ и не потому, что там нет, не есть противоосколочный подбой, его там нет на самом деле, да? А потому что почему-то в этой игре, в отличие от больших танков, фугасы пожизненно поглощаются какими-то хрен знает какими модулями, которых снаружи даже не видно. О, выезд от 13-90, который получает просто 836. Да, именно вот эти выстрелы делают танк очень весёлым. Я понимаю, да, больно и так далее. Ну, зачем? Ну, в следующий раз мог тебе сделать больно. Не нужно насмехаться, пока бой не закончился. Вот если он закончился, пожалуйста, начинайте насмехаться. Т-77 и СУ-130ПМ приезжают, нужно текать. Пора. Но у нас здесь есть АТ-15. АТ-15 это мощь мощная, и вот чувак стоит кормой, но забирать мы будем СУ-130ПМ, это понятно. На реакции не успел выстрелить СУ-130ПМ, но реакция в этой игре не особо и роляет. Потому что ты нажимаешь вместе с кем-то выстрелить, у тебя что-то не стреляет, не устреляет. Или у тебя не стреляет, потому что он нажал раньше выстрелить. В общем, как это работает, непонятно. Я думаю, вы с таким сталкивались. Опа! Выстрел себе в бедро. Это танки по типу Т-49, а не умеет. Да многие танки тут умеют, в принципе, даже этот... Какого-то... Граунд-танк. Граунд-бетон, он который... Вот. Вы смотрите, он кидал, кидал вообще вот всё. 1780 урона. А противников четверо, а нас мало. Это вы должны себе понимать, что нас мало, а противников четверо. Значит, урон ещё будет. Пока что на стрел вёлся осколочно-фугасными, которые заканчиваются. ИС-3. Сложно про... Опа! По крайней мере, свёл количество стволов. Воедино. Опа! Чифтен. Не АФКшный пока что. Лёвочка! Бежать! Кумулятив заряжать! Увидел он. Не увидел нашего региона, типа упоролся просто. Видит чериотира. Говорит, я буду стрелять в него. Есть вот это хорошо, что сейчас проходит и не съедается опять каким-то левым модулем. 274А сейчас самый опасный из противников, потому что он СТ. А для нас это, ну, максимально опасно. Тем более, у него разовый урон, там, что-то, походу, типа 310 на восьмом уровне. Это достаточно много. А, этот Лёвый Колосс имеет камуфляж названия, да? Только я уже и забыл, честно. А, точно. Колоссус. Не, не забыл, только даже в уме не переводил. 1-2. 1-2 остались. И Чифтен. Так. А будет ли победа вообще? Вот туда. Дайте дамага. Я вас не убью, говорит. Видите, вот это пошли уговоры. Уговоры. Дайте дамага. Ну, если противник дурак, то он, конечно, может дать тебе дамага. Настрелять по себе. Но, на самом деле, я бы на такое бы не рассчитывал и такого бы не писал. Потому что может кто-то на кого-то потом накатать. И это сработает. Ты смотри, что это такое? У меня почему-то такое ощущение, что это он сделал не специально сейчас. Видите, он не давал дамага. Не давал по себе настреливать. Просто вот так как-то вышло. Он смотрел в другую сторону. И тут сзади подбегает, как халобысь поджопник ему. Прикиньте, вот вы так вот стоите, смотрите, такой, ва, куда-то вниз, вот так вот, да? Смотрите, сзади подбегает, бах, и пыр, туда. Но тут тыж не вышло. Остался-то один осколочно-фугасный снаряд. И вот, наконец-то. Вы понимаете, что это единственное, что могло затащить этот бой. Это просто выстрел. Без сведения и боеукладка сразу же. Ну, какие бы глупые не были противники, невозможно было бы с 246 хп выиграть. Потому что там был, мы знаем кто, танк, который 310 за выстрел. Да даже для чифта на этого ты полушотный, с ним уже сражаться достаточно сложно. Боеукладка в такие моменты очень сильно решает. Боеукладка обычно под башней где-то находится. Или в корме башни. Но тут, даже если бы ты свелся полностью, а если бы ты остановился, у тебя был бы минимальный разброс. Сейчас, похрен. Ты бы мог бы вообще не пробить танк, потому что, опять же, внешний модуль бы... Я бы сожрал. Что-то ему здесь очень нравится. Этому чуваку решил не спешить. Смотрите, решил... Опа, 217. Решил не спешить в плане того, что... Можно было фугас зарядить, да, и дать, может, больше урона. А может быть и не можно было бы. 45 секунд до конца боя. 4,589. Но, как видите, никто не повелся на фишку с... Дайте настрелять дамага. Это правильно. Иначе было бы неинтересно. Мне кажется, боеукладки гораздо интереснее, чем... Вот эта хрень. Выезжает и... Не всегда понятно, как это работает. Просто вообще-то экраны частенько нейтрализуют действие кумулятивного снаряда. Но здесь вот как бы есть и экраны, и выстрел как бы в каточек. Что-то непонятно иногда, как оно работает. Я понимаю, что, может быть, не до конца нейтрализован кумулятив. Но все-таки. Есть осколочно-фугасный, который не зря оставался. И это 4 фрага. Это не колобанов, конечно. Но 5 таких тяжелых и мощных, знаете, 5200 дамага на Т49. Вам должно быть интересно, я думаю. Не пытайтесь повторить. Потому что что-то мне кажется, что вряд ли получится. Инстаграм, телеграм в описании. Там же моя почта. На почту Replayz после боевых статистика. Обязательно пишите сервер Wargaming или LES там. До новых встреч и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok